Доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме восхождения героя щита и по счету у нас будет идти 15 серия первого сезона, но прежде чем мы приступим к ее просмотру, не забывайте если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, пишите комментарии, ну а также подписываться на телеграм и на тб чиселочки, которых находится в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра друзья и поехали смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит все-таки щит на самом деле именно вот покровитель зверолюдей, да, потому что раз сами по себе именно дети думают о таком, да, и именно вот мечтают познакомиться как бы с героями щита, а некоторые вот нам показывает этот флэшбэк, показывает то, что хотят именно жениться конкретно именно на герои щита, да, и именно говорят прославленные какие-то именно герои, да, не так как о нем отзываются остальные, вот, а, ну легендарные именно герои, да, отзываются не так как остальные, а именно вот с уважением, с таким вот типа там восхищением, с, как это правильно так сказать, предвозношением, возношением, как-то я не знаю, возвышением, типа вот, ну как-то вот так вот, типа там именно говорят, с почтением, с уважением, вот таким вот образом. Все-таки, значит, именно вот герой щита именно был на самом деле покровителем зверолюдей, не то чтобы покровителем, а именно тем, кто относился к ним куда лучше, нежели все остальные, да, из-за чего они любят и уважают непосредственно героя щита. Хорошо? Не надо! Пощади меня! За кой хуй? После всех, кого ты замучил в своем подземелье, просишь пощады! Ты? Не может быть! Одна из рыбов, что я держал в подземелье? Одна из тех полулюдей! То есть нам, считай, расскажут, да? Ну, то, что нам дали маленький флешбек в самом начале серии, при этом повторили вот такой вот момент, то, что он вспомнил или подумал, что она одна из тех, кого он держал именно в своем этом вот типа там подземелье, да? Да? Дает нам понять, что, скорее всего, нам это расскажут историю целиком и полностью. Отлично! Отлично! Это то, о чем я говорил в прошлой серии. Это то, что я хотел увидеть в прошлой серии. Эпизод пятнадцатый. Рафтали. Ну и название, да, подразумевает это. Держи ручку, вы бы подохли, как собаке, если бы я вас не подобрал. Закрой свою пасть! Думаешь, я забыла зверство, что ты творил? Вовсе нет! Такое не забывается! Признаем, я был неправ. Я извиняюсь! Мне очень жаль! Этого мало. Этот отброс! Взял ли Фана и... Нет! Твое это подругу? Не трогай меня! То есть он что-то сделал именно с подругой ее детства? Ты думаешь, его смерть поможет тебе успокоиться? Вряд ли. Я знаю, сейчас ты стала гораздо выше. Не, на Уфуми я согласен. И да, его смерть, может быть, не сделает так, что Рафтали станет куда легче, проще, что она об этом всем забудет. Нет, она будет об этом помнить. Это будет грузом лежать на сердце до конца ее жизни на ней. Это все логично. Я это все прекрасно понимаю. Но то, что она... Пусть она сделает это из мести или еще где-то из чего-то, из каких-то других побуждений. Вне зависимости, какие это побуждения. Просто-напросто избавить мир от человека, именно от подобного человека. Такой вот человек, как он, я по нему сейчас вот вижу, да? Как бы он не извинялся, как бы он там не присмыкался, не становился на колени, не молил прощения, он не изменится. Он останется тем, кем является на данный момент. Он не будет пытаться где-то относиться лучше. Когда если его оставить в покое, он не будет лучше относиться к зверолюдям, да? Ну, полулюдям. Он, наоборот, вот этот вот момент, то, как типа с ним поступили, он, наоборот, разозлится еще сильнее и будет еще жестче относиться к тем, кто будет оказываться у него в рабах в дальнейшем, да? То есть он именно своей жизнью, да, принесет именно мучения множеству полулюдей. И не только им. То есть он будет издеваться над множеством. Ты же не знаешь, но, может быть, он большую, где-то какую-то часть из них убил, да? Да? Издевался, истязал где-то как-то и убил. Такой человек, в моем понимании, существовать не должен. То есть либо его нужно ограничить, да? Где-то какой-то именно доступ, чтобы он вообще, то есть, не знаю, там, сидел там в четырех стенах и просто-напросто вообще никому нигде никакого вреда не смог бы нанести. То есть если у вас получится где-то как-то сделать так, чтобы он больше никогда и никому не смог нанести какой-то ущерб и вред, тогда ладно, можно оставить его в живых. Если же такого способа нету, верить в то, что он изменится, это глупо. Он не изменится, он будет продолжать издеваться так же, как издевался, а может быть, еще и сильнее. И вот из таких вот, то есть, понимая вот это, будет гораздо логичнее именно избавить мир от подобного человека. Правильно? Ну, таким образом вы поможете, и убив одного, поможете множеству. Я так считаю. Я считаю так. Вот. Пытал и убивал десятки. И еще будет пытать и убивать десятки и сотни. Ты сделаешь одолжение многим другим, кто может оказаться... Ты можешь, блин, я еще раз повторяюсь, ты можешь сделать что-то доброе для тех, кто в дальнейшем окажется, может оказаться у него вот в этой вот пещере, в его власти, его рабами. Реально. Это не будет месть. Это не будет месть. Ты просто сделаешь лучше тем, кто может к нему в дальнейшем попасть. То есть, избавишь их от этих вот мучений. Я один? Я один так считаю? Или вы тоже, может быть, кто-нибудь из вас, кто смотрит эту реакцию, тоже так считают? Вот, вот, вот. Он не изменится. Хорошо. Не проткнуло? А, не, проткнуло. На смерть? Надеюсь, что да. Хорошо. Я максимально за это был. Я... В этом нет твоей вины. Но... Все хорошо. Господин Герой Щита, благодарю. Вы спасли мне жизнь. Рейхнат, ты ранен? Все хорошо. Целебные воды. А ты еще и целительница? Думаю, нам лучше бежать. Да. Но... Сперва. Освободить всех, да? Хорошо, сейчас спустимся и успеем. Я максимально рад тому, что все случилось так, как случилось. И то, что мир избавился от такого человека, который реально мог нанести еще в дальнейшем на протяжении своей жизни очень много вреда. Многим. Реально, напишите вот в комментариях, кто из вас, из тех, кто смотрит, думает так же, да, как и думаю и я. Или же просто-напросто я где-то какой-то, не знаю, там, монстр и ненавистник. Не знаю. Да потому что была одна из них. Я была одной из них. Если что, мы еще можем уйти. Нет, я в порядке. Сейчас, наверное, флэшбэк закину, да? Всегда улыбайся, не будь вежливой селянами. Улыбайся, даже если тебе плохо. Улыбайся и помогай другим улыбаться тоже. Хорошенький у нее были родители, да? Мама, я больше не буду плакать. Так что, присмотрите за мной. Слушайте, все! Мы ведь все еще живы. И мы продолжим жить. Как выжившие. Давайте отстроим деревню и вернем все, как было. Уверена. Именно этого хотели бы погибшие. Да. Рафталия совершенно права. Да. Давайте постараемся. Точно. Нужно отстроить деревню. Вы видите, извините, что я столько много раз останавливаю в этой серии. Видите, насколько именно она была активной, да? С волей к жизни. Именно вот такой вот, именно девочкой, с которой случилась на самом деле именно беда, но которая старается радоваться этой жизни, да? Старается быть оптимисткой, найти где-то какие-то именно плюсы, какие-то положительные, какие-то именно стороны, да? И продолжать жить. И вспомнить о том, какой мы ее увидели непосредственно, когда я ее выкупил на Уфуме. Это был человек, ну, у нее были уже совершенно другие глаза. В них не было где-то какой-то прям большой воли к жизни. Не было вот этого вот оптимизма. Не было вот этого вот всего, да? Не было этого задора, который есть вот в этих вот флэшбэках, которые нам показывают. И все это не из-за хорошей жизни. Именно вот этот вот ее задор, запал, вот это вот все погасил непосредственно именно этот ублюдок, который издевался на ней вот в этой вот пещере, либо еще где-то. То есть просто вот сравнить реально вот ту девочку и ту девочку, которую нашел на Уфуме, это совершенно два разных человека. Один человек, который прям, у которого есть воля к жизни, другой, это тот, который желает умереть. Практически. Грустно, само собой. Но я не собираюсь плакать. Папа сказал, чтобы я улыбалась. Даже когда мне плохо. Раз ты так стараешься с улыбкой на лице, то я выложусь на полное. Эй, смотрите. Помощь из столицы? Наконец-то. Помощь, да. Разве вот это вот нормальный поступок? Ну то есть по факту просто их вот поселение было разрушено этими вот волнами. И не чтобы где-то как-то им помочь, этому поселению. Или просто хотя бы их не трогать. И они сами попытаются разгрести со всем этим, разобраться с этим, отстроить свое поселение заново и продолжать спокойно жизнь, да? Жить. Но как относятся к их расе? Полулюди, как нелюди. Ну буквально. Просто пришли и напали именно с целью забрать большую часть именно для того, чтобы сделать рабами. ублюдки. Ублюдки. Мэл, все нормально? Да. Значит, здесь держали рафталию? С первого взгляда все понятно. От одной мысли меня начинает тошнить. Чёрт! Чёрт! Надоело! Плачь и кричи громче! Плачь и кричи… Плачь и кричи! Плачь и кричи… если бы герой что-то знал что вы там постоянное избиение никакого ли никакого лечения ничего никакой заботы помнишь наш флаг он был символом того что полулюдям позволили построить собственную деревню хочу снова его увидеть ты точно сможешь что я хочу домой я хочу домой это же прости это все что я смогла сделать нет я так рада спасибо тебе эй на выход тебя продают работорговца на продажу только она трогает она уже не жилет понимаете да они что тот Ну вот, я рад, что его убили. То, что он погиб, то, что он умер. Надо было, конечно, чтобы он гораздо жестче умер, и чтобы испытал именно какие-то мучения перед смертью, а не избавился так легко. Считайте меня жестоким. Я был бы целиком и полностью, чтобы он прям испытал просто дичайшие, неимоверные какие-то мучения перед осознанием того, что эти мучения будут продолжаться, а после этих вот мучений ты умрешь, как собака просто-напросто. Вот что-то подобное, да? Увидеть просто-напросто в его глазах именно осознание именно того, что ему не спастись. Ему не жить. То, что он обречен, да? И видя вот в его глазах это вот осознание, продолжать издеваться над этой мразью так же, как он издевался над полулюдьми. Вот максимально бы мне этого хотелось увидеть, не такой простой вот выход, не такой простой конец для него. Потому что этот конец просто упасть из окна, это слишком легко и просто для такой мрази, как он. И вы понимаете, то, что он этим занимался, изначально где-то как-то их отлавливал, скорее всего, в целях где-то какой-то наживы, да, для того, чтобы просто-напросто именно продавать. Обратно же, зачем ему где-то какая-то нажива, исходя из того, что он и так богат? Он и так богат. И не чтобы помочь, он наоборот, делал хуже жизнь полулюдям, да? Усугублял всё. А не то, чтобы где-то как-то помогал. И при этом, когда они находились, ну, скажем так, до того момента, пока тех рабов, которые находились у него в этой пещере подземелья, до тех пор, пока их выкупили, он их бил. Он их бил и издевался над ними. Для чего? Просто сводил где-то какое-то именно удовольствие. Ну, то есть, этому ублюдку приносило удовольствие, помнили, когда он бил рафталию, что он говорил? Кричи, вяжи и так далее. То есть, это просто-напросто, ну, мразь, который приносит удовольствие, маньяк ебаный, которому приносит именно вот удовольствие, крики, жертвы, да? Ну, то есть, он такой, блядь, не знаю, там, чувствовал, может быть, в этот момент себя каким-то таким вот великим, да? Просто, блядь, боров этот, нахуй, с плетью, который сбивает маленьких девочек, наверное, чувствует свое какое-то превосходство, да? То, что он выше их. То есть, вот такое, блядь, какие же это ублюдки, просто-напросто. Какие же ничтожества? Как можно вот считать себя выше, лучше, делая что-то подобное? То есть, это вот, он так вот самоутверждался, понимаете? И кайфовал именно от того, как кричат от боли тех, над кем он издевался. Вернее, как кричат от боли тех, над кем он издевался. Тварь. Вот. Видите эти глаза? Никакой воли в жизни нет. Здесь выживший! Рафтали, идем! Теперь все будет хорошо. На, Хуми, здесь еще один. Хотя, может быть так, чтобы кто-то выжил из тех, из ее знакомых, из ее деревни. Может быть так, что девочка-то не умерла. Ведь полулюди, они растут именно в зависимости от того, когда становятся сильнее. Если у них нету развития где-то какого-то именно вот кросту, к становлению именно сильнее, как это было у Рафталии, да? К повышению где-то какого-то именно уровня, находясь просто-напросто в таких вот пещерах, когда над вами издеваются, вы будете оставаться быть маленькими. Я правильно все понимаю? То есть вы остаетесь маленькими, потому что у Рафталии этот вот период, этот вот момент с такой вот маленькой дотой, какой она является сейчас, это произошло крайне быстро. На это ушло совсем немного времени. То есть совершенно именно вот абсолютно, ну, конкретно именно недавно, можно так сказать, не так давно, недавно, да? Она находилась также в этих пещерах. То есть вполне вероятно, те, кто находился в этих пещерах тогда, когда она находилась здесь, тоже в них, могут быть сейчас здесь. Еще не проданы и при этом живы. Было бы вообще круто узнать, да? Где-то какой-то, может быть, список найти или еще что-то. Куда были проданы остальные полулюди, которые находились здесь также в заточении, да? Когда я находилась здесь Рафталия. И кому конкретно их продали? Кому и куда? Если бы я, допустим, что-то подобное узнал бы, я на месте на Вафуме всех бы спас. Или постарался бы, как минимум. Не балабах. Так, этот парень, 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 парень. Ее друг. Друг детства. Это... Килл. Килл, почему ты здесь? Кто ты? Тебя тоже сюда привезли. Я так рада, что ты все еще живой. Сестрица, кто ты? Ты что забыл? Это я, Рафталия. Рафталия? Это ложь. Ты не можешь быть ею. Почему? Отойди. Ты помнишь? Мы пошли купаться, и ты чуть не утонул. Тогда сестренка Садина спасла тебя. И как ты наелся ядовитых грибов, и у тебя живот болел? Ты корчился от боли, но просил меня никому не рассказывать. А когда я предложила отстроить нашу деревню, ты первым поддержал меня. Я была так этому рада. Рафталия, это и правда ты. Спасибо. Я благодарна тебе, что ты жив. А кто они такие? Теперь я путешествую с героем Щита. Что? С героем Щита? Да. Герой Щита пришел тебя спасти. Дай осмотреть твои раны. Он настоящий. Герой Щита и правда существует. Все хорошо? Да. Вот как. Лифана была бы так рада его увидеть. Да. Те, кто по-настоящему и искренне верит и любит героя Щита, да? Выйти за него замуж. Исслали! ИНОНОНОНОНОНОНОНОЛ Хозяин. Не могу поверить, что подобное творится в Мелрамарке. Госпожа Мелти, жаль такое говорить, но подобное творится по всей стране. Что? Вот зачем был нужен Сиавет. Но теперь... Мелти, у меня есть для тебя поручение. Вернись в столицу и отчитай короля за все происходящие ужасы. В иной ситуации я бы отправилась сама, но... Прости, что так долго. Рафтаря, кто это? Лифана. Она была куда нежнее и женственнее меня. Я навсегда хотела встретить вас, встретить герои щита. Давай, похороним ее как следует. Здесь она не найдет покоя. То, что я и хотел сказать. Я ненавижу себя. За то, что не могла никого защитить. Ты была не в силу. До встречи с вами я была слабой. Никуда не годной. Ну... Ты защитила бы всех. Винить себя крайне глупо. И ему не пришлось. Ты защитила нас. Если бы ты не пришла на помощь, я бы точно умер здесь. Мы не теряли надежду, только благодаря твоей улыбке. Мы решили улыбаться, как бы плохо нам не было. Прости. Прости меня, Килл. Я больше не могу улыбаться, как раньше. В смысле? Я ведь... стала убийцей. Ошибаешься. Все. С самого начала была ошибкой. Все, что я делала до сих пор. Все было неправильно. Вовсе нет. Рафталю. Я не имею права идти рядом с вами, герой щита. Ты не сделала ничего плохого. Если бы я не встретил тебя, то так и не смог бы доверять никому в этом мире. Да я сейчас здесь нахожусь только потому, что ты в меня поверила. Благодаря тебе я встретил Фиру и Мэлте. Верно. Я не верю, что все это было ошибкой. В смысле? Ты была такой крохой. Все случайно, если не случайно. А теперь вместе с героем щита стала такой классной и вернулась, чтобы спасти нас. Смотри. Те дети живы лишь благодаря тебе. Господин Хватит плакать. Уверен ли Фана счастлива, что ты повстречала героя щита? Теперь мы должны защищать ее. И теперь в Тиберавтале живут ее мечты. Что же, что и ты с ней? Разве не поэтому ты сражаешься? Вместе со мной. Героем щита. И насколько насколько Науфуми по-другому и иначе смотрит на нее, да? Насколько именно взгляд у него другой, именно вот выражение лица, насколько именно вот видно, что добрая, видно, что доверяет сильнее всего, видно, что все готов сделать, отдать ради той, кто, можно сказать, выручила его, кто спасла его, да? Кто подарила ему где-то какую-то именно надежду, веру где-то в какое-то именно будущее, да? Подарила ему обратно способность где-то кому-то именно доверять. Это очень многого, значит. Но я все это время не останавливал, потому что именно вот такой вот момент и сама по себе серия крайне эмоциональная, грустная, да? И не хотелось прерывать вот этот вот момент. Вот я еще хотел остановить на моменте, когда они только увидели просто-напросто именно кости этой вот девочки. Вы понимаете, насколько именно тварь и ублюдок, вот эта вот чертила эта жирная, блядь, которая легко слишком избавилась от всего этого, да? Слишком легко умерла. Сколько это чертило, что он даже не удосужился после всех этих издевательств, отчасти из-за которых она и умерла, да? Ну, потому что все-таки эти вот ранения, ноли где-то какого-то именно лечения, если их кормили, то кормили просто-напросто где-то, где-то держали где-то как-то именно впроголоть, да? Ну, то есть кормили крайне плохо. И никоим образом вообще ни капельки не заботились о том, что с ними происходит. То есть она умерла непосредственно именно из-за этого. И сколько она времени уже лежит, что просто-напросто уже кожи нету, ничего нету, остались просто-напросто одни лишь кости, да? То есть ни капельки не позаботиться о том, чтобы забрать, где-то как-то похоронить, да? Хоть что-нибудь сделать. Нет. Нет, просто умирайте и продолжайте гнить в этих же получается клетках. Блять, какая же тварь. Пиздец. Я бы вообще, будь моя воля, на самом деле, да, вот посадил его бы так же, но сделал бы равно то же самое. Посадить в клетку и заставить его гнить там, в этой клетке. Кормить какими-нибудь помоями, каждый день пиздить, да? И чтобы он постепенно подыхал. Планомерно, постепенно, по чуть-чуть, понимая, что смерть не за горами. Довести просто-напросто до такого состояния эту мразь, чтобы он начал просить и вымаливать то, чтобы его убили, да? Но не давать ему этого. А дальше продолжать делать с ним то же самое, что и сделали до этого. Пока это уебище само не подохнет и не сгниет. Просто, как собака в этих же получается клетках. обратно же, повторюсь, что вы можете меня считать садистом, мразью, тварем, каким-то, как это правильно сказать, мстительным, что ли, да? Пусть так, но я уверен в своем понимании на все сто процентов, что эта тварь заслужила это. Вот, заслужила подобное обращение к нему. Заслужила прочувствовать то, что чувствовали те, над кем он издевался на протяжении своей жизни. Да? Ну, просто, чтобы он на себе ощутил то, что он делал с ними. Ну, потому что, как ни крути, пусть он и умрет, но внутри где-то как-то к нему должно было бы прийти осознание, да, что те девочки чувствовали вот то же, что чувствуешь сейчас ты. Это его не изменило бы, нет. Не изменило, не исправило бы, не сделало бы его лучше, не заставило бы его где-то как-то сожалеть о содеянном. Скорее всего, что нет. Но то, что он именно понял то, что они ощущали, это сто процентов так, он бы это понял. И вот этого мне бы хотелось. Поэтому я совершенно не согласен с тем, как он погиб. Я рад, что он погиб, но не рад, что настолько легко и просто. Везет тебе. Ты в группе героя щита. Наверное, завидно. Дуреха. Я буду присматривать за тобой. И однажды давай вернем флаг в нашу деревню. Клифана. Я обещаю, что верну флаг на его место вместе с господином Наофуми. Это же... Чтобы вернуть тебя, полулюди устроили бунт. Дай им знать, что все в порядке. Конечно. Чего? Хозяин! Смотри! Он еще жив, блядь! Все еще жив, великий господь. Дай мне сил разорвать демона на части. Нет, он же... Что это? Этим монументом герои прошлого запечатали кровожадного монстра. И теперь он собирается снять ту печать. Ебаная ты, мразь! Теперь ты свободен от такого зверь. Обрушка ору божью на демона щита. Никто меня не остановит. Если я прикончу демона щита, то получу божье благословение. Ты первый, кто сдохнешь. Я так и думал. А теперь в следующей серии предстоит бой с этим монстром. Как он сказал, именно герои запечатали герои множественное число. Не один герой справился с ним, а несколько. А теперь предстоит одному науфуме попытаться с ним справиться. Ну, надеюсь, что у него это получится. Блин, и в какой-то момент, когда я увидел, что он жив, я понадеялся, что, может, все-таки он умрет таким вот способом, который я предложил, но, видя, к чему это идет, понимал, что, скорее всего, он пойдет и станет типа первая жертва этого вот монстра, которого он освободил, которого он выпустил. Так и получилось. Как вам сказать, крайняя в своем виде хорошая серия. Ну, это очень эмоциональная серия. На самом деле эта серия смогла где-то как-то именно вывести на эмоции, да, смогла именно задеть, именно прочувствовать себя вот ту ситуацию, в которой они находились и то, что с ними происходило, да, прочувствовать то, что было именно вот показано. Пусть конкретно только в этой серии мы увидели именно вот подругу Рафталии, подругу ее остальных каких-то друзей, да, и ей было уделено не то, чтобы прям много времени, конкретно именно вот в этой серии, да, вы понимаете, что для того, чтобы где-то прочувствоваться, для того, чтобы вывести человека на эмоции, нужно, чтобы тот либо иной персонаж был тебе дорог, да, и то есть этому аниме и этой серии получилось сделать так, что даже показав на некоторые мгновения эту вот девочку и добавив при этом вот правильное повествование, правильный где-то какой-то рассказ, нужные слова, в нужные моменты нужное показали, при этом нужное музыкальное именно сопровождение и все это вместе, у всего этого вместе по итогу получилось вывести на эмоции. То есть это сильная серия, это хорошая серия, это, я бы даже сказал, прекрасная серия. Вот, и во многом даже это очень важная серия, даже для того же самого Науфуми, чтобы он понял, что большинство из поллюдей, да, на самом деле верят в героя Щ.И.Т. искренне любят герои Щ.И.Т.а, да, и готовы будут пойти за героем Щ.И.Т.а, сильнее, чем за кем-либо другим. То есть их, скорее всего, кто-то даже с детства этому учит, с детства рассказывает о том, что герой Щ.И.Т.а, это легендарный герой, это покровитель, типа там, пола людей, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, повторюсь, серия отличная, само собой, ждем продолжения и ждем того, как Науфуми будет справляться с той проблемой, которая появилась перед ними на данный момент. Вот, а сейчас, наверное, буду заканчивать и буду со всеми прощаться. Мне, наверное, дополнить больше нечего. Все, что я хотел сказать, я сказал на протяжении конкретной серии, да, и много раз я останавливал, вот, и высказывался в телебойные моменты, да, поэтому дополнить мне, наверное, нечего. Буду, буду просто заканчивать. Надеюсь, ребята, что вам понравилась эта реакция и всем тогда доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова